МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Пустые обещания, обманы и потери. Соблазн, легкая нажива и печальный итог. В Махачкале обезврежена финансовая пирамида на 200 миллионов рублей. Наша служба и опасна, и трудна. Работа телевизионщика – это не всегда песни и пляски, но и горячие точки, религиозные волнения, освещение, неутешительных статистик. 21 ноября отмечают День телевидения об этом выпуске. Международная научно-практическая конференция в эти дни проходит в столице республики. Религиозные деятели, представители власти и гости из-за рубежа. Эксперты говорили о механизме укрепления духовно-нравственных ценностей. Спортивный интерес, денежные призы и подарки. В Дагестане стартовал первый открытый кубок муфтията по мини-футболу. Подробности в спортивном блоке. В Махачкале обезврежена финансовая пирамида на 200 миллионов рублей. Мошенница под видом модного бизнеса обманула сотни людей, обещая золотые горы. Как уберечь себя от подобных ловушек, узнавал наш корреспондент Мухтар Курахмаев. Ему слово. Век информации. Это не только океан возможностей, но и минное поле для неосторожных. Мошенники, как рыбаки, ждут, пока наши данные и деньги зацепятся за крючок. Одним из самых популярных видов уловок стала финансовая пирамида. Люди никак не могут распознать компанию, в которую действительно можно вкладываться, компанию, которая действительно отвечает по своим обязательствам, от компании, которая вчера создана и завтра уйдет в небытие. И причина номер два – это желание быстро разбогатеть. Сегодня вложить и завтра получить доход. Такое, которое на рынке никто не предлагает. К огромному сожалению, этим и пользуются мошенники. Примером таких ситуаций может выступить недавний случай. В Дагестане была пресечена деятельность финансовой пирамиды с оборотом более 200 миллионов рублей. Связано с деятельностью ООО «Инсайд-релиз». А подробно расскажите про «Инсайд-релиз». Это треожка, которая занимается принятием вкладов в сфере недвижимости. По версии телеграм-канала «Криминальная хроника МВД Дагестана», 27-летняя жительница Махачкалы под видом продажи одежды и организации фотосессий привлекла инвестиции, обещая высокую доходность и осуществляя выплаты за счет новых вкладчиков. К нам приходят люди, вкладывают деньги в проект и через некоторое время получают сверху прибыль, вложенных денег. Поподробно про этот проект можно рассказать? На что люди вкладывают? Какой у вас процент? Определенного процента у нас нет. Проценты всегда бывают разные. То есть там до 50% доходов и вкладываются в разные проекты. То есть это могут быть дома, квартиры и, насколько я знаю, строительные материалы. Кому принадлежит данная организация «Инсайд-релиз»? Ангелине. Высокая доходность без риска – это обман. Проверяйте компанию. Не верьте обещаниям быстрой прибыли и не инвестируйте деньги, если не понимаете, куда они идут, отмечают ведущие эксперты. Три критерия. Нерыночная доходность, отсутствие ответственных лиц и механизм создания добавочной стоимости. Что это за товар? Сегодня у нас в Махачкале, по моему субъективному мнению, действуют, активно развиваются еще четыре финансовые пирамиды. Их, наверное, много, но о которых я лично знаю. Но юридических оснований подать жалобу, пока не будут те, которые пострадали от этой пирамиды, попросту нет. История с разоблаченной в Махачкале финансовой пирамидой – тревожный звоночек. Заманчивые обещания быстрой прибыли часто скрывают мошеннические схемы. Берегите свои деньги и личные данные. Мухтар Курахмаев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. В аэропорту Махачкалы полицейские изъяли синтетические наркотики в крупном размере. В ходе досмотра пассажиров, прибывших из Москвы, внимание привлек гражданин, который по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчину доставили в отдел. В рюкзаке у него обнаружили пакет с мефедроном. Полицейские выяснили, что задержанный планировал сбыть запрещенные вещества на территории Дагестана. Теперь ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Отметим, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобного преступления. Праздник всех, кто работает в эфире и за кадром. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. ННТ в эфире уже 10 лет. За это время мы показали тысячи сюжетов, отсняли несколько сотен передач, а также десятки увлекательных проектов. Несмотря на изобилие контента в соцсетях, мы не сдаем позиции сегодня. Курбан Рагимов продолжит тему. Позади меня мечеть, которой почти тысяча лет. В ногу со временем сохраняя традиции. Принцип телеканала ННТ отражает его основные направления. Общественная и социальная тематика эфира, духовная жизнь региона, а также молодежные развлекательные проекты. В освещении всего этого как нельзя ярко проявляется идея, которая движет нашим коллективом. Вам нравится, когда девушки губы делают? Нет. Нет. Создавать торжественную обстановку в праздничный день некому. Все в работе. Поиск нужной информации, красивая картинка и грамотная подача. Все это работа множества людей, которые не мелькают на экране, но именно от них зависит конечный продукт. Его на телекухне подают ведущие новостей. Съемочные группы каждый день собирают десятки материалов, ищут и находят героев. В работе случается разное, особенно во время записи стендапов. Благодаря вот этому станку, больше похожему на ниточную арфу, можно изготовить станки любой станки ковры. Пишк сглазил век. Ты смешаешь меня? Все? Дай бориться с нами. Быть первыми, точными и объективными. За считанные минуты рассказать о самом главном в жизни республики. Это они, новостники. Телеканал ННТ уникален тем, что он не пропагандирует какие-то персональные интересы. А тут речь идет о работе на пользу всего общества, на улучшение жизни всего общества. В каждый материал новостной вплетена вот эта сверхзадача помочь, улучшить, повысить вот эту духовность, которой многим не хватает. Основной состав нашего коллектива – это опытные журналисты, которые обладают высоким профессионализмом, много лет работают и на ТВ. И наряду с этим у нас работает молодой коллектив, в который вкладывают знания опытные журналисты, старожилы, так сказать, нашего медиахолдинга. Флагман художественной редакции канала – проект «Битва за лимон». Сами за себя говорят сотни тысяч просмотров, звездные гости и шутки, которые становятся вирусными в соцсетях. Султан Трамов и его команда сделали так, чтобы люди сами просились попасть в эту студию. Да, основная фишка проекта заключается в том, что это юмор не ниже пояса, без оскорблений, без мата. Нам постоянно говорили, что и через центральные многие телеканалы, и через соцсети, что сегодня невозможно добиться успеха в юмористических шоу, если там не шутят ниже пояса. Мы постарались доказать обратное, у нас это получилось, и миллионы просмотров некоторых выпусков. И вот проект сегодня есть «Битва за лимон», можно смотреть всей семьей и не переживать, что в какой-то момент что-то может такое проскочить, из-за чего будет неловко перед отцом, матерью или еще кем-то. Свой зритель есть и у других программ. Свободный микрофон Карима Даниева выиграл уже несколько всероссийских премий. Также в объективе журналистов – история развития ислама в Дагестане. Подкасты на самые актуальные темы. В разработке еще ряд проектов. Художественная редакция телеканала ННТ на сегодняшний день подходит к вопросу создания контента креативно. Стараемся совмещать молодежные интернет-форматы и классические телевизионные. Конечно же, мы не можем отходить от наших консервативных правил создания видеоконтента и полностью уходить в молодежную сферу. И при этом мы не должны закостенять. Я могу с уверенностью заявить, что мы преобразуем ваше времяпровождение вместе с нашим контентом. Это будет не только интересно, но и полезно. Ждите новые проекты совсем скоро. Я вам скажу, почему надо выбирать ННТ. И вообще все средства массовой информации, связанные с медиахолдингом «Наследие», эти люди в приоритете своем держат пользу. Пользу для общества. Поэтому надо двигаться с нами. С нами будет благо. Для зрителя телевидение – это прежде всего картинка, готовый продукт. Медийные журналисты у всех на устах, но профессионалы знают. Здесь трудится команда и каждая звено этой цепи решающая. Две тренировки в день с прицелом на чемпионат. Курбан Рагимов, Юнус Гитихмаев, Магомед Сагитилов, телеканал ННТ, Махачкала. Настоящий богатырь весом в 5 килограмм родился в Каспийске. Для Равшаны и ее супруга он стал десятым ребенком. В семье уже есть шесть сыновей и три дочери. Рождение еще одного чада – большое богатство. И они не собираются на этом ограничиваться. Какой ребеночек по счету? Одиннадцатый род и десятый ребенок. Десятый ребенок. Все хорошо у ребеночка? Да. В Тюмени приехали к вам сюда, в Лагестанск. И как вам у нас в Каспийске? Очень понравилось в Каспийске в вашем роддоме именно. Роды у женщины прошли успешно. И сейчас она чувствует себя прекрасно. Подвигом матери восхищаются врачи Каспийского роддома. Для них рождение такого богатыря в столь многодетной семье стало редкостью. Они поздравили Равшану с юбилейным малышом, вручив памятные подарки. Поздравляю! Теперь проспект Акушинского в Махачкале будут освещать современные светодиодные фонари. Одна из бригад специалистов администрации города проводит замену уличного освещения. Взамен старых приборов устанавливают современные лампы. Они обладают высокой эффективностью и долгим сроком службы, отмечают инженеры. Данные работы проводятся регулярно на постоянной основе по всему городу. Как по заявке жителей, так и по просьбам администрации районов. Мы ремонт делаем и меняем. Например, если он не получается отремонтировать его, мы замену делаем его. Светильник ремонт. Новый ставим. Вот 10 светильников утром взяли, уже осталось 4 всего лишь. 6 поменяли, 8 отремонтировали. Отметим, что специалисты также работают и на других улицах города, где замена фонарей ведется по обращению горожан и по плановым мероприятиям. Спасти человечество помогут духовно-нравственные ценности. Об этом и не только говорили на международной конференции в Махачкале. В ней приняли участие религиозные деятели, представители власти, гости из-за рубежа. Мероприятие началось с работы по секциям в вузах республики и продолжилось на пленарном заседании. Все подробности у наших корреспондентов. Когда исчезнет нравственность, погибнет и все человечество. Международная конференция началась со встреч со студентами вузов Махачкалы. В ходе обсуждений были затронуты вопросы образования, религии и культуры. Мероприятие проходило в формате диалога. Сегодня нам как-то пытаются наши молодежи дать понять, что это все что-то такое в прошлом, что-то отсталое, ненужное. И думать, что это просто какие-то исторические эпизоды, моменты. Да, это история, но по сути эти ценности – это мудрость наших поколений. Мудрость, опыт наших поколений. Нам, всем работникам, мы как одна команда сегодня об этом говорим, нам нужно знать эти ценности. Ими руководствоваться нужно, и их нужно выдвигать вперед постоянно. Далее состоялось пленарное заседание. Представители власти, религиозные деятели зарубежья и России обсудили методы сохранения духовно-нравственных ценностей. Участники мероприятия были едины во мнении, что в этом деле необходима совместная работа и сотрудничество. Все это говорит о том, что альтернативы традиционно духовно-нравственных ценностей нет. Все очень многое, которое новое, наоборот, разрушает. Сколько субъектов, представителей духовенства приехали сюда. Посмотрите, сколько стран принимает участие. То есть для чего это нужно? Мы здесь всех собрать невозможно. Поэтому то, что они говорят, они говорят ровно то, что говорит наш муфти, что говорит наш муфтия, что говорит наш глава Сергей Алимович Меликов, наше правительство. То есть вот это транслировали на всех. То есть необходимо информационное распространение, информационное довести до каждого жителя нашей республики. Для участия в конференции прибыли гости из разных стран. Кому-то довелось побывать в нашей республике впервые. Многие отмечают, что подобные мероприятия способствуют обмену опытом между религиозными деятелями. Для каждого из них основная цель в работе – распространение духовно-нравственных ценностей. Мы с муфтием Ахмад Аханди держимся традиционного ислама. И так как сегодня тоже эта конференция и поддержка традиционного ислама и традиционных ценностей, это для нас очень хорошая возможность прийти и сказать пару слов. Участники конференции пришли к выводу о необходимости разработки конкретных рекомендаций по реализации совместных проектов и программ. Сохранение традиционных нравственных ценностей потребует кропотливой работы. Но только так можно рассчитывать на светлое будущее. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. В Дагестане стартовал первый открытый кубок муфтията по мини-футболу. Это уникальное событие собрало сотни любителей спорта со всех уголков республики. Первые отборочные матчи уже прошли в муниципалитетах Горного и Северного округов. Принять участие в чемпионате мог любой желающий. А призовой фонд турнира составил внушительные 200 тысяч рублей. Сегодня, дорогие братья, наша цель от этого турнира, наше намерение – это объединить нас с вами, укрепить братство между собой ради Всевышнего Аллаха. И мы знаем, посланник Аллаха Мухаммаду, Салли Аллаху Алейху Ассаляму, Всевышний Аллах отправил его для всего человечества. То есть не для определенного народа, а для всего человечества. Для чего его миссия какая была? Чтобы объединить народ. Организаторы отмечают, что кубок муфтията проводится в таком формате впервые. В эти выходные отборочные игры пройдут также в южном и центральном округах. По итогам будут выбраны 16 сильнейших. Финал состоится в Махачкале, где лучшие команды разыграют кубок и главный приз – 100 тысяч рублей. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Телеканал «Анантэ» еще раз поздравляет коллег, талантливых журналистов, операторов, режиссеров, монтажеров и всех, кто стоит за кадром. С праздником, дорогие телевизионщики, хороших новостей и до новых встреч в эфире.